Российский эксперт прокомментировал ситуацию с Карабахским конфликтом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, никакого статуса у Нагорного Карабаха нет и не будет. Активно тиражируемая армянскими СМИ информация о том, что якобы в период войны в Карабахе имели место некие тайные договоренности между Пашиняном, Алиевым, Эрдоганом и Путиным, абсолютная ложь. Об этом сказал известный российский политолог Игорь Короченко. По его словам, это глупости, которые придумали армянские СМИ. Россия действовала исключительно в рамках миротворческой инициативы. Москва выступала за мирное разрешение конфликта и за прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. В условиях, когда с потерей контроля над городом Шуша, армянская армия потеряла любые перспективы на сопротивление, Ереван пошел на условия Баку при посредничестве Москвы. Нужно понять, что именно этим соглашением, имеется в виду трехстороннее соглашение от 10 ноября удалось остановить войну. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Никакого статуса у Нагорного Карабаха нет и не будет. Это территория Азербайджана. Именно по этой причине можно сказать, что в вопросе Нагорно-Карабахского конфликта поставлена жирная точка, отметил собеседник сайта.